МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. В начале было слово. В Белничах прошел день белорусской письменности. В СВЯТО прошло шлях от широкого культурного мероприемства до одного из наибуйнейших национальных проектов. Как это было? Спасительная вакцина близко. Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в конце 2020-го. Мы видим очень большой интерес к российской вакцине. Кто в списках первый? Холодный режим. В страну возвращается осень. Можно смело перебирать гардероб и доставать теплые вещи. Что покажут столбики термометров? А также рейс Минск-Вильнюс. День рождения Минска и цветная вода. Бобруйские теплосети проведут профилактическую работу. Когда? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник родного слова. В Белынычах прошел День белорусской письменности. В фестивале 2020 уже 27-й по счету. Лучшие писатели страны стали лауреатами национальной литературной премии. Подробности прямо сейчас. По традиции в первое воскресенье сентября страна отмечает День белорусской письменности. В этом году праздник принимают Белынычи ярко, масштабно и с национальным колоритом. Сюрпризы ждут гостей на каждом шагу. Как известно, встречают по одежке. И надо признаться, райцентр подготовился на все 100. Здесь обновили более 100 объектов. Одних парадных площадей в Белынычах теперь три. Основные события проходят на центральной. Тут и поджидал первый сюрприз гостей фестиваля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гранитный ангел украсил площадку церкви в честь иконы Божьей Матери Белынической. Его вес более 2,5 тонн. Еще один подарок – открытие нового здания музея имени Витольда Белынического Белынического. Теперь он открыл свои двери для всех гостей. Внутри арт-пространства уникальные картины. Жизнь известного художника на сотне полотен. Тут же и история самого десятитысячного городка. Теперь это национальное достояние белорусов. И вот этот замечательный музей Белынического Белынического, который оснащен по всем современным технологиям, и этот музей будет функционировать не только для жителей Белынического района, города Белынича, но и в целом для всей нашей страны, потому что дети с экскурсией будут обязательно сюда приезжать. День белорусской письменности – праздник не только национальной культуры, но и возможность продемонстрировать экономическое развитие городов. Жизнь не заканчивается замкадом. И для жителей, и для регионов – это огромное событие. Мы к этому, естественно, готовились, готовились заранее. Были проведены огромное количество необходимых работ для того, чтобы город преобразился, чтобы привести в порядок объекты исторической ценности в городе, чтобы достроить необходимые объекты, которые нуждаются именно на территории. Поэтому люди потрудились на славу. Они отдали все себя для того, чтобы воссоздать то, что необходимо для обогашения в духовности человека. Официально праздник стартовал на Советской. Здесь расположились зрительный зал и концертная площадка. В прологе известный политический деятель Великого княжества Литовского, Лесопега, обратился ко всем белорусам и напомнил каждому. Родное слово – историческая ценность и сокровище народа. Его потомки должны сохранять и приумножать. После софету взяли белорусские артисты. На главной концертной площадке Руслан Олехно, Алена Ланская, ансамбль «Песняры» Алексей Христов, Анатолий Ермольенко и группа «Аура» слова любви звучали к родной Беларуси. В первую очередь это наша родина, это наша душа, наше сердце. Потому что приезжая на родину, ты себя чувствуешь ребенком, попадая в объятия мамы, чувствуя ностальгию тех мест, где ты родился, где ты вырос. И вот сегодняшнее мероприятие, день письменности, 27, если я не ошибаюсь, это тому подтверждение. Я испытываю те же чувства ностальгии, радости и любви. Безусловно, место силы, которое является здесь для меня, для Руслана, это места наших детских воспоминаний, это места нашего детского, вот этих детских амбиций, первого опыта. И когда ты возвращаешься сюда, ты восстанавливаешься, потому что нет ничего дороже, как показывает взрослая жизнь, этих воспоминаний, которым ты всегда возвращаешься, где ты испытываешь тепло, где ты помнишь заботу родных и близких тебе людей. И вот это действительно греет тебя в самые трудные минуты твоей жизни. Мы можем показывать и наши новые песни, и наши классические гиды. Мы можем вспоминать наших замечательных белорусских классиков, таких как Владимир Короткевич, юбилей которого мы празднуем в этом году. И это замечательно. Есть масса поводов, чтобы творить, творить вот к таким праздникам, создавать песни на белорусском языке и поднимать нашу белорусскую культуру. Кульминацией торжественного открытия стала передача городу Кополь звание столицы белорусской письменности 2021-го. В райцентре Минской области пройдет 28-й по счету праздник. Символичный момент передачи. Вымпила дня белорусское письменство. Чем богаты, тем и рады. Более чем на 2 километра растянулись праздничные павильоны, торговые и тематические площадки, на которых развернулись централизованные представления, посвященные становлению печатной культуры Белоруссии, 75-летию Великой Победы, Году Малой Родины, современным достижениям и многие другие. Бобруйск в числе лучших. Сотрудники медиахолдинга «Бобруйское житё» продемонстрировали, как работала редакция в 44-м после освобождения города от фашистских захватчиков. Бобруйск был освобождён доблестными войсками 1-го Белорусского фронта. Сразу же в городе началось восстановление промышленности, всей социальной структуры, и в том числе была создана Бобруйская область. Алло, Бобруйская областная газета. Извините. Да, товарищ Володкович, как дела в Стародорожском районе? Хорошо. Привесы, надои, нормально. Освещайте. Жив или помер, срочно в номер. Ждём ваших корреспонденций. Рекламную площадку представила радио «Зефир». На «Волнах» 95,4 FM звучали современные хиты и авторские программы. Среди бобруйских брендов свою продукцию продемонстрировали «Белышина» и кондитерская фабрика. Мимо красного пищевика пройти невозможно. Все желающие пробуют бобруйскую продукцию. Здесь и мармелад, и сладкая паста, и «Зефир». Аллеевча 75-й годовщины победы советского народа, Великой Отечественной войне – дань памяти героям. А посаженные саженцы – символ новой жизни. Починающий с 94-го года День белорусского письменства приняли у самых розных кутках Беларуси. И за этот долгий час свято пройшло шлях от широкого культурного мероприемства до одного из наибуйнейших национальных проектов, без якого сегодня нельга уявить духовное жице нашего народа. Мы прошли этот шлях разом. И сдоляли побудовать мирную и пригожую Беларусь только тому, что были разом. А тому и слова президента про единность белорусов у посланий до удельников вселетнего свято в Белынечах звучат по саблевым. На мою думку, День письменства саправды ядная. Ядная у всех, кто щиро любит Беларусь и ожидая ее дальнейшего развития и розыска. 27-й день белорусской письменности уже история. Из Белынечей он берет направление в Минскую область. И пусть гости уже разъехались. Музыка отзвенела. Дух национального праздника еще долго будет звучать отголоском на улицах города Белых ночей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Бобруйск. 360. В стране выздоровели и выписаны из больниц 71 883 пациента, которые перенесли коронавирус. Зафиксировано свыше 73 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели более 1 миллиона 591 тысячи тестов. Эти данные приводит Минздрав. Уже к концу недели Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии России получит разрешение на выпуск первой партии вакцины от коронавируса. Пока они будут небольшими. Массовая вакцинация людей из групп РИСКа планируется после ноября-декабря этого года. Беларусь одна из первых получит лекарства. Вакцина была зарегистрирована до финального завершения пострегистрационных исследований. И сейчас мы видим очень большой интерес к российской вакцине от многих стран. Поступление по-новому. Гидроиспытания на БелАЭС и отдых без карантина. Болгария уже в сентябре готова принять белорусских туристов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране предлагают изменить правила поступления в ВУЗы. Минобразование объявило о начале общественных обсуждений. Предлагается вместо четырех выпускных экзаменов в школе сделать два национальных. Они будут совмещены с централизованным тестированием. Кроме того, абитуриенты всех специальностей должны будут в обязательном порядке сдать внутренние экзамены в ВУЗе по профильному предмету. Гидроиспытания реакторной установки начались на первом энергоблоке БелАЭС. Там проверяют работу главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров установки. Успешное завершение позволит перейти к следующим подэтапам программы. Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале 2020-го. Первых белорусских туристов в сезоне Болгария примет уже в сентябре. Три чартерных рейса отправятся в скором времени. Наши туристы смогут попасть в Болгарию без тестов и карантина. При этом для российских туристов даже с видом на жительство в Беларуси пока граница Балканского государства на замке. Минск Транс возобновляет ежедневные рейсы в литовскую столицу. Первые отправятся уже 10 сентября. Из белорусской столицы автобусы будут следовать в 11 утра. Из Вильнюса в 17.30. Транспорт будет заезжать в Ашмяны. День города в Минске пройдет без массовых гуляний. Предпочтения дадут локальным акциям, выставкам и тематическим урокам. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Минск традиционно отмечает День города во вторую субботу сентября. 12 числа столице Беларуси исполнится 953 года. Стали очистим происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Цветная вода. В пятницу Бобруйские теплосети проведут профилактическую работу. В сетевую воду добавят специальный краситель. Вещество поможет найти несанкционированные утечки из трубопроводов теплотрассы и определить плотность подогревателя горячего водоснабжения. Краситель безвреден для здоровья. В случае появления цветной воды из-под крана жители просят обратиться в энергослужбу. Телефоны на ваших экранах. День открытых дверей пройдет Бобруйск-корейни в субботу. Болельщиков познакомят с хоккейной командой Бобруйск-2. Она уже сегодня открыла сезон высшей лиги матчем против минских зубров. В программе показатели выступления у детско-юношеской спортивной школы по хоккею шайбы. Номера танцевальных коллективов и фигуристов. Можно будет записаться в группу по обучению фигурному катанию. Начало в 12. Вход свободный. Тучи ходят хмуро. Сегодня в Бобруйске было пасмурно. Дождь шел в первой половине дня. Температура воздуха держалась на отметке плюс 19. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно на севере страны прогнозируются кратковременные дожди в отдельных районах с грозами. К утру сгустится слабый туман. Ветер западный 4,9 метра в секунду с паровыми до 14. Днем воздух прогреется до плюс 15-20. Ночью опустится до 7-12 градусов. В Беларусь на этой неделе вернется настоящая осень. Можно смело перебирать гардероб и доставать теплые вещи. Шапка и шар в ближайшей перспективе самые топовые аксессуары. Из-за лесного пожара в Калифорнии 150 человек оказались в огненной ловушке. Стихия разыгралась в национальном заповеднике Сьерра. Позже огонь подобрался к водохранилищу, где отдыхали десятки людей. Их удалось эвакуировать. 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Пламя охватило более 14 тысяч гектаров леса. Причина возгорания выясняется. Из-за природных пожаров в пяти округах штата Калифорния введен режим чрезвычайной ситуации. На Японию обрушился тайфун Хайшен. Скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду. На южных островах около 430 тысяч домов остались без электричества. Со многих строений сорваны крыши. Предупреждения об эвакуации выпущены для более чем 50 тысяч человек. В западных префектурах Японии закрыты фабрики, школы, магазины, предприятия. Это уже второй сильный тайфун, который обрушился на Японию за последнюю неделю. Завтра в Бобруйске ожидается облачная с преснениями погода. Дождение прогнозируется. Ветер западный 7-9 метров в секунду с порывами до 13. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 13 выше ноля. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!